Здравствуйте, друзья! Программа «Политотдел» начинается. Поздравляю всех вас с наступлением зимушки-зимы. Да, действительно, сегодня 1 декабря. Будем радоваться. Кто-то уже снежки давно лепит, кто-то страдает от снегопадов. У нас тут в Крыму тоже страшная холодрыга, меньше 10 градусов, ветерок, правда, солнце светит. Но говорить мы будем не о погоде, говорить мы будем о том, что же происходит в мире. А в мире, как утверждает мой собеседник, главный редактор портала «Альтернатива», и я с ним склонен согласиться, проснулась Великая Отечественная война, которая может называться 2.0. Тем не менее, да, действительно, война нам объявлена. Войну против нас ведет весь коллективный Запад. Когда-то им руководил Адольф Гитлер и вел Европу против нас. Сейчас из Вашингтона, из-за океана руководит, ну, не Байден, а те, кто кукловодит Джозефом Байденом. В общем, Запад снова воюет против нас. Один из участков этого большого театра военных действий – это территория Украины. Мы снова сражаемся, но не с немцами, а с переоборудованными, перепрошитыми немцами, которых называют украинцами. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну и Вам слово. Я постараюсь не мешать, потому что тема, которую Вы поднимаете, она действительно очень глубока, серьезная. И аспектов ее направлений этой войны так много, что я, если что, буду просто подспрашивать, подкомментировать, если у меня вдруг появятся свои какие-то мысли. Вам слово. Хорошо, договорились. На мой взгляд, Вы правильно заметили одну интересную вещь, что история повторяется, вновь и опять. Причем, действительно, мы все время ходим по кругу историческому, циклами. Я имею в виду отношения, наши отношения, отношения России с Европой, с Западом в целом. Вот все время одно и то же. Все время повторяющиеся циклы, которые, в общем-то, по своей сути, они идентичны. То есть форма разная, потому что время течет, многое меняется. Технически, идеологически что-то там, какие-то формальные вещи. Но суть остается прежней. Все уже было. Все уже было в прошлом веке. Все уже было в позапрошлом. Разница только в том, что если в прошлом веке мы воевали с Гитлером, прежде всего, то сейчас мы воюем не с каким-то отдельным вождем, а с коллективным Гитлером. В лице правящих западных элит. Это такое, знаете, по сути ничего не изменилось, по форме, да, немножко другое все. Может быть, это и сбивает с толку. Кстати говоря, ведь украинцев тоже сбивает с толку то, что происходящие сейчас события по форме немножко другие, чем то, что было, допустим, там в 41-м. Ну, реально так посмотреть, да, вроде бы как все другое. Но это только по форме. А по сути, в общем и целом, одно и то же. Что касается, давайте просто, ну, на мой взгляд, имеет смысл пробежаться, но пока, вот насколько у нас времени хватит, по основным пунктам этой вот глобальной войны России и Запада, вот, я предлагаю начать с тех событий, которые сейчас происходят на Украине, с специальной военной операции, которая, в общем-то, является элементом этой глобальной войны. Итак, опять-таки, что касается самих непосредственно боевых действий. То есть я уже, как бы, не один раз об этом говорил. Два материала недавних моих, да, предыдущих, больших достаточно, вот, были посвящены как раз именно этому. Ну, вроде бы как все разложил, вроде бы как все показал. Причем, то, о чем я говорил и показывал, сейчас вот то, что проявляются те факты, которые вылазят в средства массовой информации, они, в общем, подтверждают то, о чем я говорил, да. Да, вот мой недавний материал о страшных потерях, о гигантской мясорубке, в которую киевский режим забрасывает десятки тысяч, да, людей, о том, что там колоссальнейшие потери, да, украинских военнослужащих. Ну, дальше, ну, и сейчас, о чем сейчас, собственно говоря, скандал-то, почему посвящен вчерашний? Что одна высокопоставленная особа из европейского руководства брякнула о реальных потерях Украины. Она назвала сумму, эту цифру, более там, ста тысяч человек только погибшими. Погибшими! Ну, и чем это сильно отличается от того, о чем говорю я, да. Ее бы хорошо было вообще показать на фоне тех видеороликов, которые снимали сами ВСУшники, вот эти крики, вопли, сопли. А нас за что? А давайте нам поможем, а мы готовы, но мы не хотим просто так. Не желаем быть пушечным мясом. Ну, ради бога, это такое дело. Тем не менее, да, тем не менее, периодически я смотрю, как бы все равно. Мне лично задаются вопросы, что происходит, наверное, что-то не так. Наверное, Кремль нас всех обманывает. Все очень тяжело, все очень плохо. Вы видите, ведь наступления нет, ребят. Ну, как наступления нет? Ну, процесс на Донбассе идет. Ну, идет же процесс. Ну, методично, да. Населенный пункт за населенным пунктом. Отжимаем, выбиваем, зачищаем. Да, конечно, я опять-таки говорю, что тем, кто на диванах, ему хочется, чтобы это все было быстро. Чтобы как бы шли это семимильными шагами. И чтобы было интересно, чтобы было увлекательно им там. Чтобы они не грустили у себя дома на диванах. Но жизнь по-другому устроена, от этого никуда не деться. Процесс идет. Процесс, на самом деле, для Украины очень страшный. Я еще раз повторю. Там дурачки периодически выбегают и кричат. Ребята, смотрите, видиков-то нету. Вы соушники тоже видиков больше не снимают. Значит, у них все хорошо. Ребята, это значит, что СБУ начало лучше работать. То, что видиков нету, это не потому, что изменилось что-то принципиально в организации вооружения украинской армии. Просто начало более эффективно зачищать и устранять СБУ. Ну, это же очень логично, настолько очевидно. Блин, ребят, ну что вы такие глупые вопросы мне задаете? Меня это поражает. Ну, ладно, боты, да? С этих свиноферм. Ладно, бог с ним. Они деньги себе зарабатывают на жесть. Ну, вы же разумные люди. Вы должны понимать. Поймите одну простую вещь. Армия, армия вот в том варианте, в котором вот у Украины, а с ней уже ничего сделать невозможно. Она такая, какая она есть. Почему? Потому что Украина лишена субъектности. Она лишена субъектности в том числе и в военно-промышленном комплексе. В том числе и в подготовке вооруженных сил. Она сама по себе ничего не может. Все, что у нее есть, на данный момент, это то, что ей дают иностранные кураторы. Вплоть до подготовки. Сама по себе она готовить никого не может. Здесь же, опять-таки, циклично. Они берут более-менее вменяемых украинских граждан, которые переловили там себя в Тулу. Они их отправляют в Европу, чтобы они прошли там недельных, сколько там, неделя, две-три, я не знаю. Там разные, я так понимаю, курсы о подготовке. Общевойсковой. Заметьте, общевойсковой. Их не готовят по специальности. Мы их готовят, им дают азы общевойсковые, чтобы это не было таким уже прям сырым, знаете, таким вот сырым пушечным мясом. Надо, чтобы чуть-чуть его обжарить. Но это же ничего, в принципе, не меняет. А пока вот эти вот там, типа элитные, да, готовятся в Европе, под каток российской военной машины бросаются вот все, кого сгребли там вот с нижних социальных слоев, и сгребают и туда, и в мясорубку, и в мясорубку. Причем самое смешное, что в последнее время они разбегаются прям по дороге. Когда вот соображалка включается, они понимают, куда их везут, они просто пытаются разбежаться, прям не доезжая до передовой. Ну, у кого это получается. Но сама ситуация не изменилась. То есть сейчас опять пошел процесс закидывания вот этого вот не очень качественного, скажем так, человеческого материала в мясорубку. А в это время они пытаются опять соорудить некую там эту резервную армию, то ли для нового контрнаступа, то ли для обороны там уже как бы сами события покажут. Но по сути, в общем-то, ничего не изменилось. То есть процесс, вот мясорубка перекрутила все, что вот они готовили летом. Вот она осенью все перекрутила. Вот. И повторно. Они сейчас повторяют предыдущий вот этот алгоритм летний, который был им не использован. Что у нас, да, с нашей стороны? Опять-таки, меня уже радует то, что когда появляются боты украинские в комментариях, своплями о том, что посмотрите, голые боссы, невооруженные, прям голодные. То есть сам народ начинает над ними ржать. То есть у споршников просто как бы, ну, месседжи закончились, и они просто не знают, что еще говорить. Вот проблема, да, допустим, украинской пропаганды на военные на данном моменте, на данном этапе. Вот. Она не знает, что еще говорить. Потому что то, что они привыкли говорить, оно уже не работает. Очень тяжело убедить российских граждан в том, что все как бы пропало, что никто не вооружен, никто не обучен, никто не одет, не обут, не накормлен, зная то, что сейчас происходит в России. Зная то, как сейчас раскручивается, разворачивается гигантская военно-промышленная машина. Реально. Это же не секрет, что по многим направлениям на данный момент Россия производит больше, чем это делал Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Я понимаю, что как бы люди привыкли, прошу прощения, мастурбировать на советское прошлое, считая его неким идеалом и эталоном, но на самом деле во многим вещам Россия современная в производстве уже превзошла Советский Союз. Это обусловлено, прежде всего, гораздо более высоким технологическим уровнем. Вспомните, да, кадры кинохроники тех времен, когда пацаны 14-летние, 13-летние стояли за станками и точили снаряды. Вы же понимаете, что сейчас как бы немножко другая ситуация. набираются дополнительные штат на военные предприятия, открывается новое производство, причем делается это все быстро, это делается оперативно все, под необходимые задачи. Ликвидируются те косяки, недостатки, недоделки, которые проявили себя в самом начале, начиная с момента мобилизации. Ну, реально, система-то не была заточена под то, что сейчас происходит, да, под тот вариант войны, в котором мы оказались. А расчет был совершенно на другой, я об этом говорил, что расчет был совсем на другой. Сейчас приходится, да, на ходу перестраиваться, приходится на ходу убирать разнообразные проколы, да. Но этот процесс идет, причем очень быстро и эффективно. Все вот эти вот недостатки, они устраняются. То есть месяц, два, три, и основные проблемы будут полностью решены. Речь уже не идет. То есть все обуты, все накормлены. Я когда смотрю видео, да, где наши бойцы, я прежде всего обращаю внимание на оружие и на экипировку. Будь то это показывают по телевидению, будь то в социальных сетях, видеки, которые сняты самостоятельно. И меня это устраивает. То, что я вижу, меня удовлетворяет полностью. Экипировка классная, вооружение классное. Да, Сергей? Я вот о чем хотел и спросить, и сказать. Такое ощущение, что наши граждане, со-граждане, живут первый день в стране, которой руководит уже третий десяток лет Владимир Путин. Вот они говорят, мы хотим крови. Где публичные суды? Где наказание виновных? Где еще что-то? А я ведь даже человек, который живет девятый год в составе Российской Федерации вместе с Крымом, и то давным-давно знаю и понимаю. Никогда ссор из-за сбы не выносится. Путин всегда непублично принимает и кадровые, и другие решения. Ставит задачи, которые выполняются. Мишустину, не Дворковичу, господи, чуть с ума не сошел от такой фамилии, Мантурову, которого в список внесли врагов западной цивилизации, другим людям, которые ставят заводы. Еще что-то делается. Начальники генштабов и министр обороны кого-то куда-то задвигают, и там тихо этих генералов, тыловиков сжирают. Но об этом никто никому не рассказывает. А результаты, как вы только что сказали, мы постепенно начинаем видеть. Вот эти изменения, и ротационные, и все остальные, и боеприпасы, и все летающее беспилотное, и снаряды. Вот почему люди не могут понять, что наше руководство, страны, военно-политическое, оно не играет в те игры, в которые играет Запад со своими вот этими крикливыми СМИ, Зеленский с Арестовичами и подалеками, и прочими. Ведь Путин все делает четко, спокойно, взвешенно, и решения, которые принимаются, потом исполняются. Они делаются именно так, чтобы максимально позитивно было, и минимальный ущерб, в том числе, имиджу государства. Потому что народ, если увидит вот эти массовые казни, расстрелы, и повешения генералов, и чиновников, народ скажет, блин, какая же у нас власть коррумпированная. А так, вроде как, и все нормально. Но я думаю, Сергей, дело не в этом, на мой взгляд. С одной стороны, да, давайте сначала о восприятии, потом о процессе. Да, что касается восприятия, но мы все так устроены, в большинстве встаем, мы хотим зрелищ. Я об этом сначала на СВО постоянно говорю, мы все время хотим зрелищ. Мы сидим в зале, сознание современного человека, эпохи постмодерн, эпохи, скажем так, спектакля. Она хочет зрелищ. Вот в голове там есть картинки с времен Великой Отечественной. И он хочет увидеть то же самое. Если он это увидел, значит, все хорошо. Вот это, что касается восприятия, что касается процесса. Сергей, а дело же тут даже, я не думаю, что там что-то такое происходит, о чем вы говорите, что там какие-то расстрелы, там еще что-то там. То, что происходит ротация кадровая, это да. Я, если честно, я просто не вижу причин для того, о чем вы говорите. Мы, по-моему, в прошлый раз говорили об этом, я упоминал, еще раз повторю. Та интерпретация, которая живет в социальных сетях относительно процесса специальной военной операции, она очень слабо коррелируется с реальностью. Я уже говорил, повторю еще раз. Если, допустим, военные послушали тот бред, который часто несется в социальных сетях относительно проведения специальной военной операции, они бы очень сильно удивились. То есть, нам кажется, что нужны расстрелы. На самом деле, с учетом объективных всех моментов, я, честно говоря, расстрела не вижу в необходимости. Это с одной стороны. А с другой стороны, Сергей, здесь же всегда перед нашим врагом внешним и внутренним всегда стояла одна главная задача. Я еще раз подчеркну это. Это еще со времен Сергея Нечаева. Помните такого персонажа? Да? От которого, собственно говоря, пошла вся вот эта вот активность, активная революционность, который, собственно говоря, предвосхищая Ницше, заявил о том, что вот цель все, а цена на пути к этой цели, она может быть какая угодно. Его действия, вот этого вот революционера, который потом вдохновил Достоевского на написание бесов, и там один из главных персонажей списан именно с Нечаева. Там показано Нечаевщина. Главный его метод какой был? Необходимо, когда нету в стране революционной ситуации, ее надо создавать искусственно. А как? Натравливать народ на власть. Создавать ситуацию, при которой власть будет отвечать репрессиями. Он же специально подставлял своих вот этих вот революционных товарищей, специально подставлял под удар органов безопасности Российской империи. Он исходил из того, что чем больше будет конфликт внутренний, чем больше будет репрессий, чем больше будет крови, чем больше будет недовольных, тем больше будет назревать внутренняя ситуация. Вот к чему нас пытаются подвести. И вот эти вот дурачки, непонимающие, которые жаждут крови, они тоже к этому стремятся. Но там враг, это понятно. Но вы-то что делаете? Остановитесь. Внутренний конфликт нам не нужен. От слова совсем. Подумайте просто об этом, о тех вещах, которые нам не нужна ничаевщина нигде, ни при каких условиях. Нам не надо повторять те ошибки, которые мы совершали когда-то, наша страна. Не надо. Потому что очень часто за эти ошибки приходилось платить страшную цену. Возвращаясь, да, к теме. Идет раскрутка гигантского военно-технического маховика. Вот сейчас, как бы, сцепление просто еще не нажали. Движок разогрет, раскручен. То есть, мы набираем обороты максимальные, да, какая мощность движка. Возможно, мы еще к ней полностью не подошли, то есть, двигатель на полную мощность еще не работает. Вот. Но мы к этому близки. Подготовка более чем трехсоттысячная, да, группировки, которая влилась в уже действующее военное подразделение, вот она, по сути, в общем и целом завершена. Производство боеприпасов вышло на очень высокий уровень. Я еще раз говорю, по многим вещам мы уже превзошли по объемам производства то, что было в годы Великой Отечественной. То есть, двигатель уже включен, все приготовлено, осталось только нажать на сцепление. Когда это произойдет, я не знаю. Ну, в принципе, это не имеет значения. То есть, месяц, два, я думаю, что в любом случае эта зима она не будет холодная. В том плане, что она будет жаркая. Опять-таки, это вот то, что у нас с этой стороны, с нашей. Обратите внимание, кстати говоря, допустим, те позиции, на которых мы стоим. Обратите внимание, какие сооружения фортификационные построены за последний месяц. Что соорудили, что накопали, что установили. Там, когда снимают украинцы с этих беспилотников, впечатляет. Почему? Я про прошлые разы говорил, что все как бы, вот эти вот на скоке из лесу, просачивание сквозь ряды боевые, редкие боевые ряды, которые было там пару месяцев назад, все уже. Эта халява закончилась. Любая попытка вот, она завершается просто огневым мешком, с огромным количеством жертв. С нереальным количеством. Я же говорю, там мясорубка работает по полной, методично каждый день. Поэтому это надо понимать. Теперь, что касается, допустим, Украины, да, посмотрите, параллельно вот всем этим вещам, подготовительным, да, которые идут у нас, что там у них происходит. Ведь украинские граждане, которые до определенного момента сидели в тепле, в комфорте, в сытости, в самодовольстве, они с огромным удовольствием воспринимали украинскую пропаганду. Я уже говорил, проблема не в том, что кого-то там кто-то обманул, что украинская власть обманывает украинских глав, они такие доверчивые, во все время. Проблема не в этом, проблема в том, что украинские граждане не хотят видеть реальности. Им, в принципе, нормально, их все устраивает. Во всяком случае, тех, кто в тылу и не попал в мясорубку. То есть, их разделили. Две реальности украинские. Одна реальность там, на линии разграничения, в зоне боевых действий, а другая реальность в глубоком тылу, в каком-нибудь Киеве, Львове. А сейчас постепенно, методично эти две реальности сливаются. Вот эта вот грань, которая их разделяла, она постепенно, методично, каждую неделю, каждую неделю стирается. И украинские граждане, да, они ощущают прелесть всего происходящего уже на собственной шкуре. И та эйфория переможности, вот, она уже немножко поблекла. Вот, на фоне отсутствия электроэнергии, на фоне проблем с отоплением, на фоне проблем с водоснабжением, а еще шли зима, сегодня же первый день зимы. Кстати говоря, всех поздравляю от души с этим. Понимаете? То есть, самое интересное, это же мы только в начале, я же говорю, все только начинается. Для основной массы граждан Украины все только начинается. Все, что было до этого, это просто была сказка для них. И это не потому, что там злые русские какие-то. В свое время американцы прекрасно это объясняли, но это очевидно, об этом и я говорил. Вся гражданская инфраструктура во время войны, она начинает использоваться в военных целях. Электроэнергия, транспорт, это все на победу направляется. Все на обслуживание армии. То есть, естественно, что в этой ситуации надо делать? надо делать так, чтобы, в общем-то, армия не подпитывалась. Опять-таки, с учетом того, что сама по себе Украина, она недееспособна уже давно. Но, опять, это же не мои слова. Я это говорил, да, еще до того, как заговорили западные эксперты. Я говорил, что если будет перерезано снабжение украинской армии со стороны Запада, эта армия просуществует очень недолго. У нее своих ресурсов нету давно. Это вот те, которые вопели там, что вот смотрите, а мы вот там вначале совсем, да не совсем все, совсем наоборот. Украинская армия была уничтожена в первые три месяца СПО. Ее уже не существует. Все остальное это вот на тяги, которая идет с Запада. Не было бы этой тяги, уже давно бы ничего не было. От слова совсем. Понимаете? Но тут опять-таки проблема, да? Проблема в чем? Проблема в том, что Запад не готов к большой войне. Я еще раз это повторяю. У меня будет отдельный по этому поводу материал. Фактажа накопилась выше крыши. В отличие от истеричных блогеров, миллионников, я вам могу сказать, что Запад, включая Соединенные Штаты, не способен вести войну сейчас на данном момент, даже вот такого масштаба, как сейчас на Украине. Они не готовы для этого. С одной стороны, у них нет для этого материальных ресурсов. Сейчас американский ВПК, он достиг своих пределов. Они все, что могли, они вот в рамках тех масштабов военно-промышленного производства, они достигли вот все. Но этого недостаточно даже для того, чтобы Украина более-менее могла противостоять российской армии. Недостаточно. Это продлевает агонию, но не позволяет даже паритет какой-то какого-то достичь. Но не выходит, но не получается. Понимаете, это значит что? Это значит надо что делать? Это надо переводить промышленное производство военное на военные рельсы. Но это за собой тянет столько проблем для Соединенных Штатов, что мама дорогая, я про Европу молчу, что мама дорогая. Я не буду, это опять-таки отдельная тема, и даст Бог, я потом сделаю отдельный материал. Там интересная ситуация, честно говоря, но я еще раз повторяю, при всем, при том, да, Запад не способен длительное время еще, да, продолжать помогать, реально помогать, существенно помогать украинской армии. Даже если, даже если, даже если не будут нарушены пути коммуникации. В чем я очень сильно сомневаюсь. Очень сильно. Потому что если, как бы, начали сносить энергетическую инфраструктуру, то, значит, ближе к нашему наступлению большому будет уничтожена и транспортная. То есть, кому надо куда-то сейчас быстренько мотнуться, постарайтесь это сделать в пределах месяца, максимум два. Потом просто не сможете уже. Это моя рекомендация. Да, Серега? Андрей, смотрите, интересная штука получается. Вот Украина сейчас это, так сказать, передовой отряд, но в это же время американцы уговаривают мягко, жестко, поляков, прочих остальных, европейцев, вот Макрон сегодня в США там с дедушкой Байденом будет плакаться, дедушка, дай мне конфет, чупа-чупсов, шоколадок, потому что вот ты все у нас забираешь, а я сижу и палец в рот засунул. Так вот, европейцы, они сейчас не готовы, но их же информационно накачивают русофобией, ненавистью, ведь новые фашисты, как еще в 92-м году сказал Фидель Кастро, с которыми нам придется воевать, они будут называться демократами, и вот они со своими демократическими, радужными, общечеловеческими ценностями кричат, мы не поступимся, мы будем сражаться до последнего, до конца, до ла-манша, до не знаю там до чего, но не дадим проклятому Путину на нас напасть и нас уничтожить, нас будут втягивать в эту войну все-таки с европейцами, готовы ли лидеры стран Евросоюза, марионетки Вашингтона, к тому, чтобы бросить, как Зеленский бросает сейчас русских людей Украины в эту мясорубку, вот точно так же там всяких гасконцев, баварцев и прочих европейцев бросать в эту мясорубку против нас? Понимаете, в чем проблема? Мы, конечно же, можем рассуждать о желании американцев закинуть в мясорубку Европу. Но, опять-таки, здесь два момента. Первый о том, о котором я только что говорил, материально-технической основы нет. Чтобы начинать войну, мне надо готовиться. А они готовились не к такой войне, они готовились уничтожить нас с помощью экономики и финансов, санкциями. вооруженный конфликт на Украине, военный конфликт, это был лишь как триггер, это как спусковой механизм. Они не делали ставку на военный способ уничтожения России, они делали ставку на экономические и финансовые, и они продолжают делать на эту ставку. у них в голове, если, допустим, в начале у них была фикция о том, что Россия рухнет в первый момент, буквально там неделю-две и все завалится. То есть, сейчас у них как бы концепция поменялась, они теперь считают, что нет, в краткосрочной перспективе Россия не рухнет, правда, рухнет там среднесрочная или дальнесрочная, то есть, надо просто подождать. Андрей, тут интересная штука, то есть, вот европейцы вообще люди западного менталитета, они судят по нам по себе. Вот французы в 1941-1939 году почувствовали, что лучше потерять, отдать часть, чем потерять все и страдать и мучиться. И отдали, и признали власть Третьего Рейха. И вот эти западные люди полагают, что в какой-то момент русские, вот так же по-европейски, как датчане, французы, остальные все, возьмут и в конце концов сдадутся, скажут, так, давайте договариваться, вот вам вот это, вот вам вот это, нас только сильно нет. Здесь все гораздо проще, но мы все в той или иной мере хотим видеть то, что мы хотим видеть, не то, что есть. Вот им хочется это видеть. Они же как бы, ну они же, они не пытаются даже, ну те же европейцы, да, в данном случае, они же не пытаются мыслить даже на шаг вперед. Ну вот у них сейчас актуальная тема, украсть наши вот эти вот 300 миллиардов, 319, да, вместе с частными деньгами, вот, и поделись. Это то, что они, то, чем они занимаются, Запад занимается всю свою историю. Вот, отнимают чужой и потом это по братской дели. Вот, но у них же, они же как бы, вот мы сейчас заберем, мы накажем, и мы решим проблемы, и денежки мы поделим, мы все будем счастливы, будем от этого денежки распределять, там эта вот красотка вышла, вот, рассказывала, да, но у них же как бы, вот, допустим, у европейцев, у них же нет понимания того, что, ну, ребята, ну, хорошо, вы сделали этот шаг, а что будет потом, да, ну, Россия же не будет жить и, извините, сопли жевать. Ну, тут даже просто, если вот посчитать на прикидочном, не вдаваясь, не углубляясь в подробности, просто по тому, сколько собственности на территории России, европейской находится, да, сколько денег в виде акций, предприятий, да, по которым выплачиваются дивиденды каждый месяц, если даже вот это просто на вскидку не углубляясь, то там уже за триллион долларов, ну, неужели вот эти вот странные люди, ну, несчастные люди, вот из европейской правящей элиты, несчастные на голову, ну, неужели они не понимают, что, ну, да, ну, хорошо, ну, вы заберете эти 319 миллиардов, а мы потом заберем ваш триллион, ну, как минимум, ну, заберем, что забрать производство ваше, да, забрать вашу собственность на российской территории и перекрыть выплату дивидендов. Ну, представьте, вот ваши, ваши там сидят, а то денежки капают, капают, они же денежки вложили, и им хорошие, причем хорошие проценты получают, то есть, те проценты, которые выплачивает Россия, попробуйте еще где-то поискать, походить по миру, и это же сразу все, шлагбаумы сразу попадают, это все остановится, ну, и кто в итоге-то выиграет, кто проиграет, то есть, соотношение прибыли, вот, и потерь, да, финансовых, ну, у них даже на это мозгов не хватает, ну, не хватает, блин, я смотрю, ну, 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 слушайте, ну, я понимаю, что, как бы, все это выглядит, как некое преувеличение, как гипербола, но на самом деле, ну, дегенераты же, правящая верхушка европейская, она по своей сути, ну, блин, реально дегенераты, ну, как бы, ну, хоть как ни крути, но она так получается, эти люди хотят нас победить, понимаете, еще при этом, возвращаясь, да, к изначальной, то есть, вот материально мы, мы, собственно говоря, и осветил, коротко, бегло, то есть, как бы, там, не вдаваясь подробностей, это просто тема отдельных, глубоких таких материалов, наверное, теперь еще один момент, чисто психологический, ну, вы понимаете, что, вот, представьте себе Европу в нынешнем состоянии, духовно-психологическом, с ее ценностями, вот этими, вот, с ее приоритетами жизненными, я имею в виду массу человеческую, да, и тут им говорят, ребята, завтра у нас всеобщая мобилизация, завтра вы все дружно идете на фронт, у русских там просто очень много снарядов, и ракет накопилось, украинцы уже заканчиваются, надо пойти и вот закрыть телами, обуздать агрессора и так далее, вы представляете себе впечатление, которое произведут те люди, которые вот скажут публике в Европе вот такие вещи, вот эти вот розовые единорожки, вот, которые там уже сбились со счета, сколько там у них там гендеров, еще чего-то, которые погружены в какие-то странные вещи там, связанные, ну, ну, честно, я просто не буду озвучивать, просто для меня это немножко странно, опять-таки это отдельная тема анализа, вот, чтобы так поверхностно не скакать, да, они на другой волне, когда Третий Рейх начал входить в войну, то есть, планы уже были, да, и началась подготовка, то, кроме того, что вот было развернуто военное производство, серьезное военное производство, началась подготовка духовно-психологическое население, а простите, если вы почитаете литературу, посвященную вот именно вот этой вот ситуации в Германии, то я могу вам сказать, что это не вызывало у людей, у немцев, да, большого восторга, даже, даже те немцы, немцы начала 20 века, которые прошли, да, через создание своей империи, да, через войну 14-го года, и так далее, которые испытали и горечь поражения, и радость успехов, то есть, это люди другой формации были, они на тот момент, они умели трудиться, умели отдавать свои все силы и жизни, то есть, они умели воевать, трудиться и воевать, они к этому были готовы, их готовила немецкая власть не одно десятилетие, начиная с Кайзера еще, начиная с момента создания империи, и то, ситуация, когда вот все вот это началось, стало понятно, что идет большая война, грядет, и даже, будучи уверенным в том, что германская армия непобедима, что повторится ситуация, там, 14-го года, да, когда немцы, ну, как бы, ну, серьезным образом потрепали нас тогда, российская армия, по сути, по сути, она была на грани разгрома, уничтожения, вот, и то при этой ситуации, желания идти на фронт, не было. А теперь представьте, вот, нынешнюю, то есть, Европу, которая увлечена, вот, это, придумыванием 75-го гендера, которая думает о том, как бы, где что-то урвать, купить, покушать, которая думает о том, что, вот, как бы, вот, извините, попу согреть дома, где купить еще одно одеяло, которое внимательно изучает свои вот эти вот платежки, которые им приходят, фантастические такие, астрономические. И тут сверху еще вот на всю эту радость, еще и мобилизация, и война. Ну, с другой стороны, мы видим, как накачивают ненавистью и русофобии европейцев. Им говорят, видите, вам холодно, Путин придет, все гендеры отменили, всегда, Сергей, всегда европейская власть, да, правительство европейских стран использовали вот эту психопатическую накачку ненавистью всегда. Французы по отношению к немцам, немцы по отношению к французам, вся эта Европа вместе в отношении России, и тогда это использовалось всегда. И это будет всегда ими использоваться, это их специфика. Это специфика ментальная, опять-таки, это отдельный разговор, это большой отдельный разговор, использование... Вы посмотрите украинскую, да, вот этот вот, украинский момент. Там же ведь то же самое происходит. Вся вот эта вот идеология украинского национализма, она построена на чистой ненависти, на чистой, рафинированной ненависти, на натравливание адептов, да, украинского национализма, на врагов, в частности, на русских, на Россию. Но это было, опять-таки, это было всегда. Тот, кто будет читать, да, литературу о том, что было тогда, допустим, в той же Галиции восточной, накануне Первой мировой, во время Второй мировой, то, что все, что связано с АУМ, все, что связано с УПА, там все было построено на ненависти, на звенящей, на абсолютно иррационально, то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, это один к одному, один к одному, вот с тем, что было всегда в Европе, что было связано с украинским национализмом. Некоторые, некоторые из наших патриотов хотят того же самого, чтобы мы тоже впали в это же состояние. Они очень сильно горюют по этому поводу, они горюют по поводу того, что мы не сползаем к этой зоологической ненависти, что никто никого ненавистью не накачивает, что мы сохраняем холодный рассудок, что мы все равно даже в отношении врагов испытываем сострадание. Ну, посмотрите видео, допустим, в зону боевых действий. Как они делают? Они просто в голову убивают тех людей, которые им сдались в плен. Просто идут и убивают. Что делают наши бойцы? Они их собирают. Они сползают, они их потом выводят. Надо перевязывать, перевязывают, спасают. Почему? Потому что в этом суть, я еще раз призываю всех нас понять, в чем суть конфликта. Не в том, что они стреляют в нас, мы стреляем в... Нет, это вторично. Здесь происходит конфликт мировоззрений, конфликт восприятия человека. Для украинского национализма человек это расходный материал, там главное это воля. Вспомните, Донцовский национализм, как он называется? Чинный национализм, действенный, активный. Сознание не имеет значения, точнее разум не имеет значения, главное воля. Движ. Динамика движения. Главное собраться стадом и бежать, затаптывая все на своем пути. Вот это... Вот это... Если вот от этой бутафории идеологической, да, вот как привнесенная, Донцовская, вот если ее отбросить, а взять только суть, суть того, вот это то, что сейчас называется украинским национализмом, он чинный, правильно? Это движняк, это чистой воды держит, бессмысленный движняк. Это чисто проявление... Иррациональное проявление воли. А Шипангауру. И не более того. С нашей стороны, разум, нравственность, сострадание. Понимаете? Противостояние. Иррационального начал человеческой природы. И разумных начал. Каких-то таких... Это даже не животные, понимаете? Тут же сложно сказать. Вот их поведение, это ведь не поведение животных. Животные себя так не ведут. У них инстинкты такое поведение блокируют. Так ведут себя только бесы. Вот у меня просто... Я другой терминологии подобрать не могу. Это бесовство. Достоевский ведь не зря один из своих главных романов назвал бесы. Помните в начале, да, эпиграф, в начале романа о бесах, которые бегут в пропасть? Вот, по сути, сейчас на Украине произошла та же ситуация. Людей превратили огромную толпу бесов и погнали в пропасть. Мы, в принципе, просто пытаемся ситуацию удержать, переломить и изменить. Это противостояние действительно на экзистенциальном уровне. Вот в чем проблема-то. Это не физический уровень вторичен. На экзистенциальном уровне идет противостояние. На духовном, психологическом уровне вот это самое главное. На мой взгляд. Ну что ж, значит, процесс изгнания бесов будет идти и продолжаться. Обряд экзорцизма мы должны делать. Мы понимаем, что мы воюем не с людьми, а с теми, в кого вселились бесы. И об этом и Рамзан Кадыров, и другие, наши, в том числе, православные священники, говорят. А вот этот папа Франциск с дуру зачем-то на буддистов еще бочку на бурят начал катить. Это вообще было дико. Молчал бы себе в тряпочку. Тем более, он с Аргентины прекрасно знает, как католики там всех приводили в состояние католической веры огнем и мечом. Андрей, спасибо огромнейшее. Очень рад был сегодня пообщаться. Надеюсь, что до Нового года мы еще встретимся и поздравим с наступающим праздником всех наших зрителей. Всего доброго, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, это была программа ПолитОтдел. Всем вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, слушать Андрея Важру. Ну, а то, что я его перебивал, так, извините, бывает, иной раз хочется, чтобы на экранчике и мое лицо появилось. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok